Детская поликлиника номер один в Печоре станет бережливой. Глава Коми находится с двухдневной рабочей поездкой в районе. Сегодня Владимир Уйба осмотрел помещение местной центральной больницы. Именно в ее стенах до конца этого года и будет открыта детская бережливая поликлиника. Сейчас детская поликлиника располагается в помещениях первого этажа многоквартирного жилого дома. Владимир Уйба ознакомился и с условиями оказания помощи в отделении медицинской реабилитации Печорской ЦРБ. В начале февраля этого года работа отделения была возобновлена. Рассчитано оно на 35 коек, из которых 15 гериатрические. Здесь проходят реабилитацию пациенты с заболеваниями центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата, а также участники боевых действий и геронтологические больные. Организована и постковидная реабилитация. Для восстановления здоровья в отделении есть зал ЛФК с необходимым инвентарем, кабинеты массажа и физиотерапии. Глава республики поручил региональному Минздраву обеспечить отделение реабилитации, также ванной для водолечения. Вопросы здравоохранения были подняты и во время встречи главы КОМИ с общественностью Печоры. Владимир Уйба сообщил, что в этом году в Печорскую ЦРБ поступит 28 единиц медоборудования, в том числе компьютерный томограф и мамограф. Это серьезный диагностический прорыв, и для людей, конечно, это очень серьезный будет плюс скорости получения того или иного исследования, ну и в качестве, потому что, конечно, новое оборудование, оно уже оснащено, особенно КТ, мамографы, рентгены, они все оснащены сегодня уже умные, они все мозгами оснащены, да, подсказками врачей, расшифровками и так далее. То есть это уже совершенно такое новое оборудование современное. Ну и плюс у всех у них, особенно у КТ, у рентгена, у мамографии, есть возможность передачи информации для консультации, что называется, на расстоянии. То есть коллеги могут перебросить снимок в Сыктывкар, Сыктывкар, если не разберется, может перебросить там в Санкт-Петербург или в Москву, это все делается вот в режиме там часового доступа. И обратно приходит подсказка, расшифровка. Оснащение больницы будет продолжено. В 2022 году планируется поступление еще в 18 единиц медоборудования, а в 2023 году – 16.